так короче народ вот фанера которая у меня осталась дома тут наверно порядка 10 листов и вот это вот все вот так вот имеет вид я тут пытаюсь все-таки навести какой раз порядок и все у меня не получается то одно принесешь из дома то другое то третье и все вечно наваливается то приходится перекладывать все ну полигонечку все разбирается я хочу сделать потолочный держак именно для фанеры и для этого вот я приготовил куски материала ржавый и буду делать потолочный держак не знаю может быть кому пригодится в дальнейшем так как мастерских иногда накапливается кучу материала я вот решил сделать себе такой держачок ну в дальнейшем буду показывать что получилось всю зачистку весь процесс обработки до блестящего я не буду показывать я уже закупил материал тут вот это 20 на 20 профтруба полтора метра и вот и уголки и сейчас буду все дело это зачищать зашлифовывать и нарезать по размерам но в дальнейшем покажу что получится и как бы покажу весь процесс что я сделал так зачистил я значит уголки и сейчас буду делать что короче это первая сторона это будет правая сторона вверх это низ что хочу я сделать значит взял я 20 на 20 у меня еще оставалось вот таких валков куча обрезков вот еще остались вот такие 15 на 15 тоже профтруба квадрат квадрат значит что я хочу сделать я хочу сделать следующим образом вставить сюда и и грубо говоря вот где будет отверстие да допустим это просто уже был у нас верно вот здесь нету здесь есть какая разница мне не принципиально и заподлицо хочу сделать чтобы вот чуть-чуть маленький зазорчик есть но это не важно значит что хочу сделать вот так вот смиряю с этой выравниваю выравниваю вот так вот хочу так сейчас зафиксировать все и здесь вот сбоку снизу еще с одного боку заварить у меня было а потом в дальнейшем просверлить отверстие то есть наметить наметить просверлить отверстие и из потайной шляпкой уже здесь зинкануть и болтиком насквозь значит просверлить вставить и зафиксировать закрепить и получится вот такая вот некая конструкция так как сейчас процесс сварки я показывать не буду весь всю эту коляску она никому не интересно вот сейчас наверное я приварю с каждой стороны каждой трубы вставлю вот по квадрату приварю и уже в дальнейшем буду думать как дальше делать вот так вот шлифанул я получилось получилось вот так теперь ставим сейчас буду кирнить и сверлить одна длиннее получилось почему потому что у меня чуть уголок немножко больше чем этот это несущественно короче сейчас буду скернить в уголке отверстие я на будет располагаться сверлить его насквозь и сверлить полностью вот этот профильный квадрат про квадрат насквозь и уже потайной шляпкой буду вот это вот дело все рассверливать раззинковывать и потайной с потайной шапкой и вот так вот прикручивать из другой стороны на болт чтобы она была фиксирована и так все четыре штуки пока вот уже в дальнейшем посмотрю как их лучше соединить будет я просто из-за чего заморочился так хочу сделать именно разборную кто-то может быть скажет что а так бы приварил да и хер с ней да нет я решил все что-то я последнее время на разбор на сборных зациклился наверное просто решил случае какой-то там не увязочки придется может быть снимать и убирать там или она будет мешать чтобы она не не было громоздкой конструкции я решил именно подойти к такому подходу разборно сборную сделать вариант ну ладно в дальнейшем сейчас буду это сверлить и покажу естественно чтобы получится что-то Субтитры подогнал «Симон» 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 С одной стороны и с другой стороны Приварю и потом буду сверлить отверстие И все это потом ставить на раму Чтобы не показывать процесс сварки Потому что я гляжу в комментариях Да не только у меня вообще жалуются То, что типа не предупреждают Сварку показывают Я сейчас тогда приварю все И потом уже попробую все это поставить Ну а пока буду дальше делать Короче, вот запилил Заварил Зачистил Все Такие вот уголочки Замутил, вставил Получилось Сейчас останется их просверлить Наметить, где нужно просверлить И что получается Вот моя рама Вот моя рама Вот моя рама Вот это центральная вещь Вот пример, что я хочу добиться Вот пример, что я хочу добиться Вот, значит, все детали покрашены Значит Вот стоят направляющие Тоже покрашены Сейчас буду собирать И фиксировать все Потолок Все это буду закреплять уже И покажу, что получится Что, как работает Для чего Значит, смысл какой Это идет к потолку То есть, вот так вот Хлоп Крепится к потолку Здесь два отверстия Два отверстия То есть, для чего Вернее, будет Не так Сейчас я покажу Неправильно соединил Ну ладно Смысл какой Вот так вот это будет Вот таким образом В данный момент Пока вот так это будет выглядеть То есть Опа То есть, вот так вот Раз Два И все будет фиксироваться Ставили И закрутили И в потолочек Раз И загнали ее То есть, она будет держаться Фиксироваться Если вдруг Со временем Понадобится Накопится Большое количество Фанеры Да То есть, вот этот вот Объем он займется Ну, до потолка Грубо говоря Вот так вот Да То можно будет Открутить Болтик Чуть-чуть Опустить Конструкцию На нижний болт И можно еще Дослать Не знаю Листов Пять Шесть Точно Еще дополнительно Дополнительно Сделать Положить сюда Еще фанеры Будет Вот Ну что ж Сейчас все это Буду собирать Конструкцию И уже покажу Что у меня получится Как это будет выглядеть И уже потом Буду крепить На потолок Получилась Вот такая вот Конструкция То есть С каждой стороны По углам Получилось По уголку Вот на этих Двух направляющих На одной Вот на второй Вот Сейчас Я их буду Соединять Вот этими Направляющими Более толстыми Трубой Уже между собой Вот так Разводить Вот так Скреплять Сейчас Когда соберу Этот квадрат Покажу Что получилось Так Собрал Конструкцию Получилась Вот такая Вот Решетка У нас Получится Вот такая вот решетка Надеюсь будет видно Лангерст Вот Такая вот решетка Получилась И сейчас Я эту решетку Буду крепить Вот сюда К потолку К себе Вот И уже на нее Потом будет Ложиться Фанера Так что Посмотрим Что получится Ну и Как она будет По себя поведет Посмотрим В дальнейшем В принципе Сейчас приступлю К разметке потолка И буду уже Вешать ее Наверх Водрузил я Значит 10 листов Фанеры Здесь лежит Четверки Вот Толщина Четверочка Все вроде Пока нормально Держится И самое главное Не освободилось Тут пространство И место В принципе Что хочу сказать По этому поводу Держак Пока Держит Все нормально Я думаю Ничего с ним Не случится Так он и будет Держаться Но Есть один Такой небольшой Нюанс Значит У меня Вот в этих местах Пошел Прогиб То есть Центр Все таки Я не усилил Вот так вот По центру Еще одну Не пустил Но Думаю Чем я выиграю В следующий раз Я Хочу оговориться Сразу В связи с тем Что Вот в этих местах Есть прогиб Ну то есть Чуть-чуть пошла Уже колесо Я думаю Сделать еще Вот здесь Вот такое Дополнительное усиление С одной стороны И с другой стороны Чтобы у меня Было Вот так вот Приподнята Эта сторона И зафиксирована И тогда будет нормально Все Это такой Первый нюанс Самое главное Что в принципе Конструкция Это разборно-сборная То есть Она все Болты снимаются Все раскручиваются Можно быстро убрать Это раз Пока я делал Эту конструкцию Доделал эту конструкцию Уже Перед тем Как красить У меня возникла идея Как вообще Сделать уже Другой держак Без Вообще Сварка не понадобится Понадобится только Болгарка и дрель Больше в принципе ничего Ну и сам материал Из какого делать Ну уже Как говорится Что сделано То сделано Не воспринимайте это Как конструкцию Что надо делать От А до Я Именно как я Это просто Такой вариант Как бы Кому может быть Пригодиться Чтобы освободить Какую-то там Часть рабочего места Вот Можете использовать Это в принципе Как идею Вот Так что Что еще хочу сказать По этому поводу Поле деятельности Огромное Можно свои варианты Какие-то Придумывать Сделать У меня даже В мысли возникло Что можно было На просто Тупо На Крючки Есть такие Крючки Сделать Закерачить Шесть ручков И просто На канаты Подвесить Все Решил я Избавляться От У меня Накопилось Много материала Его тоже нужно Пускать в дело И я все-таки Решил Сделать Именно Вот Такое На железных Волках И на Направляющих Значит Использовалось У меня 15х15 Профиль И 10х10 И 4 уголка В принципе Конструкция Получилась Довольно-таки Нормальная Меня все Устраивает Пока Ну Кроме Чуть-чуть Вот этого усиления Которое я Потом сделаю И Мало Затратное В принципе Всем спасибо И пока Кому Не пригодится Берите на вооружение